Всем добрый вечер, спасибо, что присоединились. Мы сегодня на самом деле расскажем не только про мифы убеждения, а скорее поделимся теми наработками, дескриптивным анализом данных этих мифов убеждений, которые у нас теперь есть. Можно было бы говорить, что это начальная стадия исследований, но это, кстати, так. Проект, про который мы будем рассказывать, он уже идет несколько лет, и он, значит, был не в России. Мы к нему присоединились именно в этом году, но это уже вторая волна такого исследования, восприятия вот этой конкретной технологии. Забегая вперед, почему мы имеем право и возможность говорить о сопоставлении российского и европейского сознания, связано с тем, что исследование по схожей методике проходило в пяти странах, и поэтому сейчас мы покажем некоторые данные, которые будут отличаться или быть похожими в них. И нам, конечно, сегодня очень хотелось бы получить обратную связь от всех участников, потому что мы прямо сейчас работаем на цели публикации на базе именно этих данных, и нам будет интересно послушать о том, какие сюжеты кажутся вам наиболее интересными, какие вопросы у вас есть к этим данным и к тем вопросам, которые мы перед ними ставим. И если что-то будет непонятно, пожалуйста, пишите вопросы в комментариях, поднимайте руку, чтобы мы могли реагировать. Вот. Мы, соответственно, разделили наше выступление на части, у нас есть несколько блоков, и я, наверное, начну и расскажу немного про технологию в целом, про те данные, с которыми мы работаем. Да, и первый блок презентации, и потом придаем слово Тамаре, который как раз-таки поделится там, наверное, как нам кажется интересно, то, что касается мифов, да, и отношения к чипам. Итак, план будет вот такой, да, я уделю немного времени металлогии, потому что очень важно такого рода исследований, особенно, да, честно понимать, как происходил сбор данных, вот, но структура данных, которая у нас имеется, да, она предполагает, что мы спрашивали людей о знании технологии, об отношении технологии, да, о убеждениях по отношению к ней, да, и там были вопросы в этом году, которые касались восприятия роли технологии в контексте пандемии, поэтому мы о этом только поговорим. Ну, собственно, когда говорят медицинские микротипы-импланты или RFID, Radio Frequency Identification, кажется, что это невероятный гость из будущего, на самом деле вы точно все сталкивались, возможно, у вас был такой невероятный момент, что вы ходили из магазина с пакетом одежды новой, и вот рамка запищала, и охранник просит вас показать чек. Это и есть тот самый RFID-чип, вот, вот в таком виде вы могли видеть его у себя на новых шортах Adidas или в футболке из H&M на этикетке. И, по сути, это он себе представляет, что маленький чип, вот, который в центре, и большую антенну, да, которая увеличивает радиус его действия, и он работает не один. Этот чип является меткой, да, который передает некоторые сигналы для того, чтобы эта штука работала, необходима система, которая улавливает, да, считыватель. Вот, рамки являются считывателем в этом случае, да, и они придают сигнал в компьютеру, тот на динамике, и вот охранник уже спешит к вам. В ритейле, да, эта технология приходит на замену традиционным штрих-кодам, да, потому что, как выяснилось, да, нет необходимости наносить, нет необходимости видеть, можно просто сканировать издалека. И плюс RFID-чип может сохранить больше информации в себе, чем обычный переход. Вот здесь есть указанный текущий объем, да, позволяющий хранить информацию. Это мало, но достаточно для некоторых целей 512 килобайт. Вот, это информация из Викибедии, да, самого надежного источника о технологическом развитии в мире. Вот, но мы предполагаем, что как раз-таки это сейчас и есть реальная граница вместимости вот такого типа. Конечно же, медицинский чип выглядит немного по-другому, да, это похожая штука, да, только она не квадратная, не плоская, это небольшая вот такая размером с 2 пенса, да, чуть больше сантиметра ампулка, да, которая представляет из себя запаянное гиподергенное стекло имплант. Вот, и самое интересное, что такие импланты уже можно устанавливать прямо в нашей стране, например. Вот, если вам видно наш экран, мой экран, есть сайт, называется implantchip.ru, который предполагает информирование, витрину, на которой можно купить чип, и самое интересное, два варианта установки, самостоятельную и профессиональную. Вот, когда у меня было удивленное лицо, я узнал, что есть самостоятельная установка. Вот, очень просто, они пишут, что это действительно не так сложно сделать, но есть нюансы, и подводные камни, вот, поэтому покупайте услуги, это у нас. Ну, и я к чему, да, то есть это, наверное, вместо актуальности, мы строим свою актуальность о том, что сейчас действительно идет, ну, технологии достигнут такого уровня, что мы действительно можем уже импортировать чипы, мы знаем, что, в принципе, RFID-технологии широко распространены, и мы уже используем их вот бесконтактно, да, для контроля, да, и для идентификации разных объектов, и уже возникает вопрос, а не можем ли мы облегчить свою жизнь. Да, есть отсылки в фантастики, да, очень понятные, есть, там, категории B, наверное, сериал на Netflix «Квозь снег», да, Snowpiercer, как по-английски называется, в котором как раз-таки используются именно эти чипы, да, для того, чтобы открывать и закрывать двери, и там это обыгрывается через призму центрального неравенства, потому что какая-то метка, в тот часть поезда ты можешь получить доступ. То есть это, в принципе, сейчас активно обсуждается уже и в массовой культуре, то есть мы стоим где-то на пороге того, чтобы это как-то вошло в нашу жизнь, да, чуть-чуть глубже, но вот буквально на пару миллиметров под кожу. И мы как раз-таки занялись этим проектом для того, чтобы показать, как сейчас общество реагирует на вот эту технологию. И это очень важно, потому что существует теория принятия инноваций, да, она появилась в 60-е годы прошлого века, и она как раз-таки учитывает, что в современном мире технологическое развитие очень сильно влияет в зависимости от социального контекста. И вот мы хотим показать, как именно социальный контекст сейчас реагирует на эти чипы, и как это может повлиять на их принятие или непринятие. Вот. И, собственно говоря, цель большого проекта – это, да, показать отношения жителей европейских стран, Украины и России к таким вот чиповым имплантам, да, они пассивные, потому что не требуют никакой подзарядки и перезарядки, да, и могут считываться на короткой дистанции. Конкретно наша миссия, да, в рамках текущего проекта, текущей презентации – это поискать особенности восприятия этой технологии, которые существуют в массовом общественном сознании, и показать некоторую специфику этого восприятия, которое есть в разных странах, которые принимают участие в исследовании. Вот примерно вот так. Так, а у меня экран выглядит странно, у вас тоже так прям как будто… да? Да. Здорово. Ну ладно, что ж, давайте я остановлю презентацию и зануду запишу. Как будто бы прям PowerPoint. Сейчас я перезапричу презентацию, я извиняюсь, секундочку буквально. Так. Ага. Вот. Про методологию. Здесь вот есть тонкие моменты, я поэтому постараюсь сейчас их озвучить. Сбор данных проходил в Пикетанах, Польша, Хорватия, Словения, Украина и Россия. Конкретно в России сбором данных занималась компания «Вентика» в кооперации с лабораторией преподавательного сетевого анализа. То есть эта кооперация заключалась в том, что мы совместе переводили инструментарий, который изначально существовал на английском языке. Немного адаптировали некоторые шкалы, адаптировали некоторые вопросы. Например, в России нету необанков, про которые в соцдеме спрашивали в Европе. В России нет такой практики использования кредитных карт, чем используют дебетовые. Поэтому такие контекстуальные вещи мы правильно не корректировали. Ну и важно, что спонсорная компания «Вентик» позволила у нас в России собрать данные по онлайн-панели. Да, именно поэтому вы увидите у нас достаточно… Я использую слово «нормальное», но не в том смысле, в котором обычно используются определения по возрасту. Более близкие к нормальному, да, и более естественные, чем в регистрациях, в которых в основном использовалась выборка снежного кома. Да, анкеты рассылались исследователями, да, самостоятельно в разные университеты, да, в разные другие города для того, чтобы набрать необходимый объем вырубочной знакомственности. Планка стояла перед каждой стороной 300 человек. Да, соответственно, вы видите, что в некоторых она была совершенно привычна. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы как-то проконтролировать сбор данных, использовались квоты, квоты по двум параметрам, это пол и возраст. Да, соответственно, каждая страна использовала данные собственного стата, в нашем случае, да, мы использовали Росстат для того, чтобы контролировать то, что мы получаем. Ну и, собственно говоря, да, я буду приходить к данным постепенно, да, вот, когда мы говорим просто о данных, это описание нашей вырубочной совокупности, того, что мы получили. И здесь начинается, наверное, как бы такая связиная часть нашей презентации. Собственно, вы видите, что во всех странах удалось выдержать достаточно адекватное реальное распределение по полу. Да, вот это наш первый график. Чуть больше женщин, да, чуть меньше мужчин с небольшими вариациями. Вы видите, да, что, вот, как я сказал только что буквально, есть некоторые выбросы в возраст, по возрасту, да, особенно заметно в Польше и в Хорватии, да, и смещение распределения в сторону более молодой аудитории, да, и на графике по занятости видно, что это смещение в конкретную сторону студентов. Студенческая аудитория – это понятная, наверное, скажем так, болезнь любых таких инициативных исследований, да, потому что, действительно, чаще всего, да, студенты являются тревогой аудиторией такого рода проектов. Вот, зная это, эту специфику, сегодня в нашей презентации мы будем опираться на данные, исправлять Словению, Украину и Россию, да, и не будем в данном случае использовать данные по Польше и Хорватии, потому что мы видим, да, что, действительно, структура выборочной совокупности значимо отличается, да, вот, между этими тремя странами. Поэтому мы приняли решение все-таки сопоставлять, ну, ключевые, да, для нас темы и вопросы по тем и странам, которые ближе друг к другу находятся с точки зрения, в итоге-тоговой конструкции выборки. Ну, да, тут мы как раз-таки это выделяем, и это для нас важно, важные условия. Ну, и вначале немножечко характеристик таких общих, да, с точки зрения того, а как же выглядит наша выборочная совокупность по ряду таких вот качественных параметров, которые могут описывать ее, помимо пола и возраста. И в сфере занятости, в вопросе задавались вопросы, которые касаются такой уровня продвинутости, использования социальных медиа, да, и практики экономического поведения. Вот, один из важных вопросов, да, это доля покупок банковскими картами, дебетами и депридитами. И вот здесь видно, да, что, как раз, что нас немножечко удивило, да, но значимая доля аудитории в Украине, да, как раз-таки заявила о том, что она редко, да, пользуется банковскими картами для оплаты покупок. Да, и также видно, что Россия оказывает на первом месте по покупкам онлайн, да, таким регулярным, да, часто или раз в месяц, да, и на втором месте оказывает, скорее, Словения, да, и респонденты, в прошлом деле Украина, да, респонденты из Словении, нежели, реже всего, да, совершают покупки онлайн. Вот, и достаточно ожидаемое и понятное распределение по используемым социальным медиа, да, то есть во всех странах, естественно, присутствует Facebook, при этом доля Facebook для корреспондентов из России значимо меньше, чем доля Facebook для пользователей из Украины и из Словении. Да, понятно, что похожее распределение по Instagram, похожее по YouTube, да, опять-таки Россия сильно больше при этом страна WhatsApp, да, нежели чем Украина и Словения. Ну и при этом, да, по понятной истории с Лангвинифтином, да, он у нас, в принципе, заблокирован, да, к нему нужно получить доступ, можно получить доступ довольно сложным образом. Про Telegram, про Одноклассники, про ВКонтакте мы спрашивали только в России, поэтому здесь вы видите абсолютное доминирование, хотя, естественно, это не так, мы точно знаем, что аудитория, украинская аудитория ВКонтакте точно есть. Вот примерно так выглядит, да, совокупность, которую мы опрашиваем, это все-таки достаточно продвинутые пользователи, которые являются достаточно активным в соответствии с экономическим поведением, да, в соответствии с покупкой онлайн, по крайней мере, большинство из них имеет такой опыт. Они, собственно говоря, многие из них оплачивают покупки при помощи пластиковых карт, и, собственно говоря, да, многие из них являются пользователями социальных медиа. Ну, и для России, естественно, 100% в совокупности это интернет-пользователи, потому что Косква 11.9 панель. Ну, дальше, да, уже более характеризующая совокупность данные, которые касаются отношения и восприятия персональной информации, мы давали респондентам рассуждений, да, которые описывают их отношения, да, то есть, например, должны ли люди иметь право на контролировать свою личную информацию, никто не должен иметь возможность собирать и раскрывать личную информацию, да, или там организации и агентства запрашивают у частных лиц слишком много личной информации, да, и наши респонденты имели возможность либо полностью согласиться, либо полностью не согласиться с предложенным суждением. Ну, и что было некоторым, опять-таки, наверное, удивлением, что ли, да, лично для меня здесь и какой-то именно для нашей группы исследовательской, мы увидели, что россияне, респонденты, которых мы опросили, демонстрируют довольно-таки, ну, я бы назвал их прогрессивными, что ли, да, установки по отношению к личной информации. У меня было представление о том, что скорее мы, ну, гораздо спокойнее относимся к личным данным, да, меньше замечаем то, как к ним относятся и подходят. Оказалось, да, что у нас подавляющее большинство выступает на том, чтобы контролировать, да, лично свою информацию, да. К нам очень близка Словения, потому что Украина на третьем месте, на Украине много людей из Кореи, да, согласно, на четверку, да, вот с этим тезисом. То есть, аж 80%, да, у нас заявили, что никто не должен иметь возможность сыграть, раскрывать личную информацию, да, соответственно, близка опять-таки Словения, да, и здесь вы можете видеть, что, опять-таки, ну, Украина чуть более умеренно реагирует вот именно на этот тезис. Ну, так, в общем, как вы видите, это практически на все, да, то есть вот эта вот история с тем, что Россия, Словения, Украина здесь сохраняется. То есть, можно сказать, что наиболее яркая, да, установка по отношению к защите и контролю собственных личных данных проявлена у респондентов из России на втором месте находится, ну, я говорю второе место, не потому что это рейтинг, да, как действие данных, как действие интенсивно, да, Словения, да, и более умеренный, спокойный взгляд, может быть, как раз связанный с тем, что, условно говоря, есть какие-то гарантии, насколько мне известно, да, на Украине уже были эксперименты по тому, чтобы вводить какие-то электронные документы, да, люди, может быть, более, в этом смысле, доверяют открыток этому, поэтому, в смысле, у них такие более плавные, умеренные, в этом смысле, установки. Вот. Почему тут появился такой вопрос? Потому что, конечно, мы предполагаем, что это может влиять в итоге, в конечном счете, на отношении к новым технологиям, которые связаны с хранением профессиональных данных. Как вы помните, микрочип может хранить небольшое количество килобайт, но, тем не менее, их хранит. Ну и что? Ну, как люди знают вообще про эту технологию, вот здесь вероятность знания, близка к вероятности, эти динозавры на улице 50 на 50, да, во всех странах участницах, которые представлены сейчас, да, в нашем проекте, оба половины населения слышали ранее об устройствах RFID, да, и половины не слышало. Соответственно, люди скорее, да, говорят о том, что они либо не хорошо, не плохо, либо плохо знают вообще эту технологию, да, и очень малая доля населения готова вызывать то, что они очень хорошо разбираются в том, что такое RFID-технология и радиочастотная идентификация в целом. Дальше начинается чуть-чуть более интересная история, потому что мы переходим к тому, насколько люди готовы вообще, да, к тому, чтобы какое-то устройство себя имплантировать, да. Вопрос был условный, да, готовы, не просто готовы ли вы, да, а готовы ли вы имплантировать устройство при следующих условиях, да, и тут есть медицинские цели, да, если бы никто за вами не следил, да, для идентификации, для ежедневного использования дома и для тата покупок. Ну вот видите, да, что опять-таки по всем уровням оказалось, что аудитория в России чуть более готова, да, к тому, чтобы использовать такой чип и плант, аудитория из Украины как раз-таки чуть менее готова вот в рамках этих условий имплантировать себе чип, ну вот опять-таки, да, аудитория из Словении занимает такую умеренную между этими двумя полюсами позицию, ближе даже, наверное, часто к позиции жителей Украины. Вот, ну и в целом, да, понятно, что мы видим, что там в любом случае доля тех, кто готов использовать, это даже для медицинских целей чуть-чуть меньше половины, да, или даже на уровне четверти. То есть в целом отношение, можно сказать, что как к любой инновации, достаточно аккуратно и спокойно, и люди в целом не то, чтобы играть желанием, да, имплантировать себе микрочип. Отдельно спрашивали о том, а как люди вообще относятся к разным обстоятельствам, да, к идеям использовать эти микрочипы для разных задач. Да, и здесь вот серая полоска означает, что это хорошая, отличная идея, да, темно-серая полоска означает, что эта идея, конечно, замечательная, но плохая. Вот. Что мы увидели? В последней жизни, конечно же, чаще всего одна из наиболее благих целей, да, и многие люди выбирают в пользу того, что это хорошая идея, да. Также достаточно много поддержки получила идея о оповещении, да, о подпитальных проблемах, осложнениях, связанных со здоровьем. Ну, и, наверное, так можно назвать вместо плане аутсайдером идею охранения информации о донорстве органов. Но здесь, наверное, это можно объяснить точно понятным образом, потому что, в принципе, идея донорства близка далеко не всем участникам и всем жителям, да, данных стран, поэтому, да, это доля тех, кто вообще об этом думает и готов при этом рассматривать идею о подходе микрочипа. Ну, вот здесь, да, это ответ на открытый вопрос о том, как люди воспринимают в целом технологию, и он, наверное, ярче всего показывает вообще, как люди относятся к ней. И можете видеть, что здесь, мне кажется, жители тех трех стран наиболее согласованно говорят об опасности, контроле. У всех, да, по расслеживанию, есть слово слежка, да, слежка, нарушение свободы, вот. При этом и Украина, и Словения, и Россия заявила о том, что это, безусловно, будущее, да. Но при этом, опять-таки, много опасностей, много угрозы, и, конечно же, это сейчас, наверное, такая преобладающая, преобладающий уровень отношения, да, скорее, что это какая-то угроза, нежели чем ценность. Вот, но что еще, наверное, важно отметить здесь, да, что, действительно, вот есть вот этот вот, это отношение связанное с дегуманизацией, да, и использованием какого-то устройства для того, чтобы имплотировать его в свое тело, да, и роботизацией, вот это, наверное, в меньшей степени проявляется вот на уровне отношений, но это, наверное, важный, важный аспект, который, конечно, было бы интересно проявлять в будущем, да, вот опасения использовать такую технологию, потому что это, да, воплощение киберпанк-идеи, да, о развитии изменения своего тела и становлении чем-то больше, чем просто человека, да, которого мы знаем. Спасибо, Стас. В общем, в блоке про то, какие мифы и убеждения есть у населения трех стран относительно имплантации чипов и в целом о микрочипах, задавалось несколько вопросов, и одним из таких важных вопросов являлось то, как себе респонденты представляют опасность влияния на здоровье микрочипов. И вот здесь, наверное, россияне сказывают такое, они более согласны с тем, что микрочипы негативно сказываются на здоровье и представляют для него какую-то угрозу. Больше всего они согласны с тем, что есть угроза здоровью из-за возможных аллергических реакций, да, то, что чип сделан из каких-то материалов, да, которые могут потенциально вызвать аллергию. Соответственно, чуть меньше там с ними согласны славяны и украинцы. Следующим по опасности, по оценке угрозы является беспокойство относительно того, что чип может перемещаться в теле. Здесь тоже россияне более беспокоены этим, чем в Словении и в Украине. Другими достаточно угрожающими факторами является то, что микрочипы могут оказывать воздействие на нервную систему, на эмоциональное поведение людей. И в меньшей степени во всех странах люди беспокоены тем, что сама процедура установки чипа может быть болезненной. То есть этим, в общем-то, согласно примерно половине россиян, чуть меньше в Украине людей, еще меньше в Словении. Но вот в целом, как бы, это наименьшая угроза, по мнению респондентов, относительно здоровья. Вот, можно... Следующий слайд. Вот, другим таким вопросом, который поднимался касательно убеждения людей относительно микрочипов, являлась безопасность данных, вот как раз... Которую Стас говорил вначале. То есть то, насколько государство, банки и система здравоохранения могут обеспечить сохранность данных, защитить их от утечки, от утери, в принципе. И здесь все достаточно мало склонны доверять государству, банкам и системе здравоохранения, организациям здравоохранения. Меньше всего банкам и государству доверяют в России и в Словении. То есть Украина склонна доверять банкам и государству чуть больше в плане того, что те будут хранить данные безопасности. Словения, по сравнению с Россией и с Украиной, чуть больше доверяет системе здравоохранения, что те будут держать данные в сохранности. При этом в России меньше всего доверяют именно банкам и системе здравоохранения. Третьим таким вопросом про представление, про мифы, про убеждения касательно микрочипов является вопрос про назначение, точнее не про назначение, а про использование и особенности использования устройств. То есть насколько устройства могут быть доступными в любой момент времени, то есть насколько с ними поддерживается связь, насколько вероятно то, что устройство может быть потеряно где-то в теле организма и насколько устройство способно выполнять несколько функций одновременно. То есть оно может использоваться как-то для оплаты покупок, для устройства GPS и, соответственно, несколько функций к себе иметь. Здесь можно отметить, что Словения в целом более позитивно оценивает все вот эти... Не то, что позитивно, да, она в большей степени соглашается с тем, что устройства могут быть всегда доступными, что они не могут быть утерянными и что они могут выполнять несколько функций одновременно. То есть если там простроить возможную связь с осведомленностью об устройствах, здесь у Словенов большая степень согласия, возможно, из-за того, что они больше про них знают. Вот. Ну, соответственно, Украина здесь высказывает меньшую степень согласия с утверждениями по сравнению с двумя другими странами, да, с Россией и со Словенией. В контексте пандемии и ситуации всей с ковидом тоже задавались вопросы касательно того, как вообще воспринимаются микрочипы, да, там же было очень много шуток, про чипирование, про Билла Гейтса, и в контексте этого вот задавался вопрос про то, как вы думаете, для чего могут использоваться устройства радиочастотной идентификации. И здесь почти большинство, в принципе, согласны с тем, что устройства могут быть использованы для того, чтобы идентифицировать заболевших, выздоровевших и вакцинированных людей. При этом почему-то именно на идентификацию вакцинированных людей с этим согласны большее количество респондентов, да, что именно это как бы может быть одним из назначений использования микрочипов. И чуть меньше люди согласны во всех странах с тем, что устройства могут быть использованы для слежения, да, с помощью цифрового следа. Но, тем не менее, во всех странах это больше половины, и чуть меньше людей в Словении согласны с тем, что это может быть использовано для слежки. А в России и Украине эти значения примерно одинаковые. Ну вот, мы, собственно говоря, и приблизились. Главное мы для нас слайд здесь, потому что мы описали ту картину, которую мы сейчас наблюдаем в контексте полученных данных, да, и мы видим, что, в принципе, да, есть достаточно, я бы это, ну, как высокую осознавленность, потому что около 50% вплывли, да, но хорошо знают не так много людей. Мы видим, что в целом отношение к технологии является крайне настороженным. Мы можем только предполагать, да, являясь ли это настороженным следствием вот металлогизация, эфипирование, которая произошла как раз-таки в контексте пандемии глобальной, или это, в принципе, да, есть вот такой вот уровень отношения. Мы можем, наверное, только удивиться тому, что достаточно низкий уровень барьеров есть, связанных с болью, потому что, в принципе, любые инвазивные технологии чаще всего воспринимаются негативно именно потому, что это связано с вложением в организм, да, об этом довольно-таки много пишут авторы, которые работают с родительской технологией тела, телесности. Ну, и то, что для нас сейчас важно, да, услышать обратную связь с вашей стороны, да, вопросы любые. Мы вынесли некоторые волнующие нас, да. Я, может быть, даже остановлю демонстрацию пока, чтобы можно было бы послушать. Насу Мария Картозова еще. Да, да. Да, коллеги, здравствуйте. Очень интересный доклад, спасибо. Я надеюсь, не прослушала, но, тем не менее, в вашем докладе не услышала ничего о второй стороне вопроса. Вы рассказывали про восприятие самих чипов, про то, как относятся к ним респонденты, но не рассказывали про подготовку инфраструктуры, про то, как это будет считываться, как будет использоваться эта информация, но про эту сторону подготовки. Это что-то есть про это? Просто сейчас у меня сложилось впечатление, что мы разговариваем в контексте, в отрыве от среды, да, что-то вживляется, да, оно переносит информацию, насколько там эта информация полезна, не полезна, насколько ей надо глядиться. Опять же, вот здесь у меня был сразу вопрос, не хотелось, Стас, перебивать, когда люди демонстрируют, как вы там говорили, про то, что для них очень важно, чтобы их данные были лично управляемы, да, вся вот эта история на государственном уровне, закон о защите персональных данных, о том, как отделы кадров больших компаний борются, собирая, по сути, никому не нужные бумажки, то есть ты вроде как должен это защищать, но ты отказаться от этого не можешь. Ты не можешь не подписать бумажку на работе, что ты не разрешаешь им этим пользоваться, да, иначе как бы они не могут дальше работать со своими данными. И в то же время второй момент, то есть люди об этом беспокоятся, но в то же время данные персональные достаются очень легко. Ни для кого не секрет, что там вам, ну, так же, как и мне, наверное, ежедневно звонят телефонные мошенники с просьбой, там, оформить на меня кредит и так далее, то есть данные достаточно доступны. И здесь два вопроса. Вопрос первый. Как вообще вот этот разрыв, который существует в обществе, я, с одной стороны, хочу контролировать свои данные, но в то же время я готов воспользоваться механизмом, который будет меня считывать, то есть не кажется, что это какой-то разрыв в сознании происходит, что я не управляю этим процессом, я не смогу себя защитить. Это первый вопрос, да. И второй вопрос про инфраструктуру. То есть здорово, когда это оживляется, работает, сохраняет информацию, но готова ли даже на примере России, я честно пыталась представить там с медицинской цели, например, ну, то есть была технология, она сейчас есть, когда делали эти браслеты здоровья, которые одевают браслеты люди, ну, да, и если с ними что-то случается, там, меняется отношение тела, то, соответственно, там браслет сигнализирует, звонит кому-то или вызывает какую-то помощь. Но даже эта технология не смогла быть активно внедрена, хотя она по большому счету не требует большой инфраструктуры. Она требует для того, чтобы вы заряжали этот браслет и все. А здесь, как бы, должны быть считывающие устройства. Насколько инфраструктура готова и вообще общество готово в том, чтобы вот это при... вот об этом есть что-то у вас? Ну, сначала начнем давайте, наверное. Ну, поскольку опрашивались не эксперты, у нас нет данных о том, готова ли инфраструктура. Это очень хороший вопрос в целом, да, и как раз-таки хороший разворот, да, потому что можно взять вот эти данные и пойти как-то, как экспертам, опрашивать о них, а что, собственно говоря, как это сейчас, насколько это реализуемо и насколько это жизнеспособно. Потому что все, что мы знаем, что действительно, как я вначале говорил, да, есть большой ритейл крупный, который RFID просто уже использует на ежедневной основе, но это совсем другая история, да. Понятно, что, ну, в целом, к сожалению, у нас кажется, что все-таки Тимофей, у нас был представитель аудитории из Украины, он пропал, он рассказал о том, что действительно в Украине сейчас проводятся эксперименты по созданию цифрового паспорта, да, и можно полагать, что, например, тогда Украина гораздо ближе вот к этому всего, чем мы, потому что, ну, насколько мне известно, уровень работы с данными у нас сейчас в ведомствах достаточно разный, давайте я так скажу аккуратно, вот, разный уровень и настолько разный, что между ними всегда есть надкроенные шлюзы по взаимодействию, да, и вот эти процессы, это может проявляться как раз-таки в сроках обслуживания, с которыми мы с вами, наверное, сталкиваемся, да, потому что если есть необходимость из одного обвинца в другой что-то передать, то, вот, я поэтому и был удивлен уровнем доверия людей, которые в России, скажешь, и уровнем обеспокоенности вообще, потому что, мне кажется, в России можно не переживать, потому что все, что где-то есть, но все равно никто не может вообще к этому доступу, не волнуйтесь, все-таки разночено от тех. А что касается разрыва, ну, вот тут он есть точно, да, между отношением и при этом готовностью каким-то образом это использовать, но вот здесь, наверное, нам еще предстоит с этим поработать, потому что как раз-таки мы сейчас находимся в поиске теоретического фрейма, который мы хотели бы использовать, чтобы это описывать. вот, и один доход, это как раз-таки позиция, спасибо, Один, у предприятия технологии, а другой доход может быть как раз-таки через вот эти вот восприятия, и, может быть, мы и покажем эти несоответствия разрыва в своей публикации, чтобы потом, там, не знаю, появились дипломные работы или серверы, которые будут брать эти данные, да, для того, чтобы с этим дальше работать. Ага, хорошо. А ты как думаешь? Я в целом с тобой согласна, Стас. У нас тут, да, следующий вопрос. А, да? Да, у нас, Алина, да, если с этим вопросом закончили, мы там. Да. Вот, тогда следующий вопрос от Алины Арслановой. Как были собраны данные, которые были представлены в виде WorkCloud? Рассматривали ли вы, как распределены ответы респондентов, исходя из личного опыта, кажется, что пожилые говорят о чипах в понятии властных практик, контроль, слежение управления у молодых, понятиях биохакинга и прочее? Очень, кстати, хороший вопрос. Данные были собраны максимально просто. В анкете задавался вопрос, назовите первое слово, которое у вас ассоциируется с микрочипами, второе слово, которое у вас ассоциируется с микрочипами, третье, четвертое. То есть, ну, у каждого была возможность там сказать четыре слова или словосочетания, которые так или иначе связаны с восприятием этих чипов. И мы просто для каждой страны отдельно визуализировали это облако. И здесь, наверное, будет правильным как раз разбить ответы по группам, посмотреть в целом вообще насколько активно отвечали представители тех или иных возрастных групп и сравнить внутри каждой страны, как воспринимается это у молодых и у более пожилых респондентов. Мне кажется, будут различия в том числе. Спасибо большое. Класс. Да, хорошая история. Да, я думаю, что у каждого есть период уже, более чем полутора лет пандемии, история из такси или из метро, где обсуждаются ковидные кладбища и чипирование принудительные эксперименты. Да, да, да. Можно еще вопрос? Конечно. Тема интересная на самом деле. И вот я тоже так слушала вас и осмысляю. А вообще на самом деле какие выигрыши были предложены респондентам в плане использования новых технологий? Не знаю, выигрыш во времени, выигрыш в быстром доступе. Ну, то есть вот я просто к себе применяю и думаю, что бы могло бы меня заставить, кроме того, что да, мне интересно там новые технологии, но что бы могло бы сподлить, какой конкретный выигрыш должен был быть для меня, чтобы я согласилась на это. То есть это какой-то выигрыш во времени, выигрыш каких-то там, не знаю, в каком-то бесконтрольном, ну, в каком-то доступе, безпарольном, безграничном куда-то. Вот что вы предлагали респондентам? Ну, надо сказать, что вопрос был неправильно сформулирован максимально. Да, то есть вот, как в это вопрос вставили был микрочип при следующих условиях, там предлагались варианты для медицинских целей, для целей идентификации себя как объекта, да, для повседневного использования дома и для оплаты покупок. Ну, и еще была опция, если бы вы были уверены, что отслеживание по GPS невозможно, что, типа, вот вы вставите, будете с ним ходить, но при этом никто за вами не будет сидеть точно, мы обещаем вам. Вот. Отлично. Ну, еще раз, из этих вот стимулов, да, то есть больше всего люди реагируют лучше всего на медицинские цели. То есть им кажется, что если там он как-то сможет реагировать, ну, впоследствии там задавались вопросы про применимость, и людям кажется, что если они там, они смогут реагировать на какие-то экстренные случаи, да, то есть реагируют себя там в приступах, то это будет, наверное, хорошо. Или хотя бы информацию иметь про, не знаю, там, заболевания, там, какие-то хронические и так далее, чтобы можно было в скорый раз читать и узнать, что будет это у тебя и не вкалывать тебе под изолин. Из тебя нельзя. В 90-е годы, по-моему, была такая практика, она касалась как раз европейских стран, когда они предлагали, ну, это касалось вот этих как раз интузивных групп детей и стариков, когда они предлагали специальные типа браслеты, ну, не электронные, а которые просто, короче, была гравировка, на которой было написано типа аллергия на лекарство, там, заболевания какие-то, вот эта вот история, да? Только под кожей. Понятно. Хорошо. Спасибо. А вот еще вопрос. Это какая-то, это сейчас, с какой периодичностью проводилось это исследование или это вот для России, по-моему, в первый раз? Просто мне казалось, что это какие-то временные ряды еще. Для России в первый раз, да. До этого около года назад, по-моему, я могу путать, не буду врать, но мне кажется, что вот, да, чуть больше года назад была первая волна, и там участвовали Словения, Хорватия и Польша. Да. Да, интересно было бы, если бы было бы побольше. Да, но там еще важно, что в контексте пандемии еще немного доработали инструментари, поэтому они данные не в прямую сопоставимы. Такая еще и тонкость. Контект сильно поменялся. Мне кажется, что за вот этот последний год, то есть если в марте, да, 21-го, был собран первый пол данных по пандемии. Следующую волну сбора данных. Скорее всего, я с такой согласен. Ой, кажется, у меня что-то было. Не было, да? Только мне было неслышно, коллеги, или… Не-не, не было, случайно, Тамару сейчас. Извините. Ну, в общем, я предположила, что за год, когда все прививались, да, там, с марта прошлого, ну, точнее, этого года, большинство людей там прививались, и, возможно, у них как-то изменилось восприятие микрочипов в этом контексте, потому что изначально все боялись прививаться из-за чипирования, а сейчас вроде как бы привились, вроде бы нету никакого чипа, да? Может быть, уже что-то по-другому. А мне еще в этом контексте связано, ну, если говорить про теоретическую рамку, да, какая здесь первая приходит на ум, ну, кажется, да, вот аспект ценностей, да, тело кажется для нас чем-то таким целостным, я уже не помню вот эту ценностью Джонатана Хайда, да, вот вот эту вот, вот. Интересно, как в этом аспекте это все сочетается, то есть, там, может быть, для кого-то, там, кто-то относится не очень хорошо к чипированию, да, потому что это нарушает целостность тела, или, например, да, мы боимся, ну, да, вот, и интересно это в сочетании, там, не знаю, какими-то социальными графическими характеристиками, да, в межкультурном, в межтеновом сравнении и так далее, вот, потому что, да, интересно, как, например, да, сочетаются еще, вот, казалось бы, да, мне не очень нравится идея, что это нарушает целостность моего тела, то есть, что-то внедряется, мне неприятно, но да, но я готова пойти на уступки, если мне предложат какой-то способ следить за своим здоровьем, скажем так. Вот, мне кажется, это то, что примерно, о чем говорила Мария, вот, может быть, такой заход. Да, мы, Алина, мы как раз-таки рассматриваем возможность через призму социологии тела посмотреть на это, я как раз-таки говорил, и вот одна из гипотез, да, была, что будет какой-то большой значимый барьер, связанный с нерванием людей вот этой инвазивности, проникновения, да, и вот вообще, в принципе, дегуманизации. Но кажется, что вот эта гипотеза была, пока мы не увидели данные, пока была только анкета, вот сейчас кажется, что действительно это не такое уж и препятствие. Может быть, в контексте того, что, ну, это не выглядит существенно, да, то есть маленький чип, вот, но посмотрим, мы, я думаю, что точно каким-то образом этот цвет раскроем, потому что это важная история, действительно, да, и ценность тела, и границы этого тела, это действительно важная, важная история. Ну что, коллеги, если вопросов на текущий момент нет, если нет документариев, тогда, наверное, мы можем закругляться. Я буквально? Тамара, мы можем сами закруглить? Или нам нужно, чтобы, как ты считаешь, или нам нужно, чтобы... Мне кажется, когда конференция закончится, она автоматически сохранится. А, ну хорошо, да, это факт, это 100%, но я по этому поводу вообще не переживаю. Вот, я думаю... Тогда спасибо большое всем присутствующим и тем, кто помогал делать эту презентацию буквально или как-то по-другому. Или просто не мешал. Или не мешал. Не мешать тоже нужно уметь. Вот. Всем хорошего, прекрасного вечера. Спасибо вам большое, коллеги. Спасибо вам большое, коллеги. Спасибо вам, что ваше тело сохраняло свои границы. По кругу, по кругу наш мячик бежит, по кругу, по кругу бежит и спешит. Оп! Молодцы. И... Так, все, ладно. Всем хорошего вечера. Спасибо большое. Всем до свидания. Спасибо.